Здравствуйте! У меня сегодня замечательный герой Павел Ушаков. Большинству Нижегородских театралов он известен как молодой, но перспективный, запоминающийся, характерный представитель семьи нашего академического театра драмы. А более искушенным Нижегородским театралом он известен и как молодой режиссер, чьи спектакли были как на больших площадках, это наш Нижегородский тюз, так и в небольших площадках небольших театров. Оказывается, в Нижнем их очень много. Далеко не все знают о существовании такого небольшого театра, расположенного вовсе не в центре, театра на Счастливой. А между тем, это давняя площадка, и вот буквально на днях они отметили свое 11-летие, и именно там вышла премьера, которую как режиссер поставил Павел. Добрый день, во-первых. Добрый день. Премьера называется «Путешествие кролика Эдварда». И вот я как раз и хотела спросить, каким образом случился выход на эту пьесу, потому что на премьере была замечательная гостья, известная не просто переводчица, литературная переводчица Ольга Варшавер. Вот как вы друг друга нашли, и что появилось первым? Задумка спектакля или знакомство с ней? Ну, вы знаете, в 2015 году я купил книжку «Удивительное путешествие кролика Эдварда», узнав, что в МХТ ставится спектакль. И несмотря этот спектакль в МХТ с Александром Молочниковым в главной роли, я прочитал книжку, и была сначала идея поставить большой интерпризный проект с одним нижегородским продюсером, но потом в силу обстоятельств это не получилось, и книжку я отставил. И когда я познакомился с театром «На счастлива», это произошло весной, и как раз примерно год назад театр «На счастлива» получил свое здание в Автозаводском районе, я приехал к ним, и я был очень сильно удивлен, потому что, будучи 10 лет, я живу в Нижнем Новгороде, и я многого не знаю. И когда я увидел их театр, я увидел, что у них есть две сцены, я увидел, что у них есть маленький пошивочный цех, я увидел, что у них есть штат артистов. Павел, я 20 лет живу, но я узнала только в свете вот этого спектакля. А что за театр? Может быть, это объясняется тем, что там в основном идут детские постановки, и он такой, как сказать, узколокальный, микрорайонный? Ну, наверное, так. Сейчас он, конечно, развивается, и мы будем наблюдать за этим, так как любой театр начинает, особенно частный театр, а это частный театр, и любое частное образование, конечно, развивается по-разному. Так вот, когда я к ним пришел, я был очень сильно приятно удивлен, и руководство обратилось ко мне с целью, чтобы я поставил детский спектакль для младших школьников. И, перебирая школьную программу, я понял, что надо ставить современную прозу, тем более есть прекрасная повесть «Удивительное путешествие кролика Эдварда» в прекрасном переводе Ольги Александровны Варшавер. Я предложил книжку, руководство сразу согласилось, и мы поставили спектакль. Я сделал сценическую версию вместе с актерами в процессе репетиции, и мы поставили этот спектакль. Так что все сложилось. Я как раз хотела попросить режиссера показать небольшой фрагмент. Нет возможности отсмотреть весь спектакль, но мы взяли именно такой музыкальный номер, который именно детскому подростковому уху, вот этой вот их живости, мне кажется, очень неплохо лег, судя по реакции зрителей. Если можно, покажем сейчас его. Мы по дороге придем, не зная преград, по жизни поет, и я это мурак, разбитые ноги, терялый рюкзак, терялый рюкзак, где мне дороги, костная собака, дороги, дороги, дороги. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Ну вот такой вот, где-то шумный хулиганский, где-то грустный философский. Я пометила для себя цитату, сказанную как раз тобой, вот об этой постановке. Мы познаем себя и жизнь только в сравнении. Оно происходит тогда, когда мы двигаемся и встречаемся с разными людьми. И каждому человеку дано любить и быть любимым, если он раскроет свое сердце. Есть у меня подозрение, что вот как раз подростковая аудитория, она не особенно склонна к философским рефлексиям. Как тебе кажется, удалось ли достучаться вот через такой глубокий взрослый подход? Как реагировала публика, потому что спектакль был показан уже дважды? Да, вы знаете, это спектакль для всей семьи, но я думаю, все-таки для кого по точности попадания аудитории, для кого это спектакль? Конечно, это спектакль для подростков, это спектакль для детей старше 10 лет. И в зале на премьере и недавно, второй раз играли спектакль, были подростки, и мне писали и говорили, что подростки плакали, были ошарашены. Которые нереально обмануть, они очень четко выскажут свое фи, если что-то не так. Да, но на самом деле я сам себя очень хорошо помню подросткам и достаточно сентиментальным подросткам. И я считаю, что этот материал как раз для подростков, ну и для всей семьи. Вот отдельно хотела уточнить, в небольших театрах есть возможность превращать каждый вечер, удлинять его фактически в полноценную дискуссию после просмотра. Я знаю, что в день премьеры, в частности, зрители могли остаться и обсудить спектакль. Что удивило, что оказалось неожиданным с точки зрения тех, кто только что посмотрел постановку? Вы знаете, первая реплика, которая прозвучала в зале, что такое нельзя показывать детям. Отчего? Потому что это взрослый спектакль. Но это было сказано, потому что многие взрослые люди плакали на спектакле и благодарили, чего я даже не ожидал. То есть еще не зачертвевшее сердечко удалось чуть-чуть поскрести. Не знаю, вот знаете, вот было два спектакля, и маленьким детям спектакль нравился, и кто-то из детей еще не понимал просто в силу того, что мы же читаем то, что мы знаем. Поэтому спектакль, я думаю, что все-таки спектакль для всей семьи, потому что и взрослому будет очень интереснее. Ну, я в любом случае еще раз напомню, этот театр на Счастливой, который находится на диагнозе 1А, там есть сайт, там выложена вся афиша. Если вы еще не знаете, что это за площадка, непременно присмотритесь, возможно, она станет для вас близкой и постоянной. Еще об одном спектакле я помню, и мне безумно жаль, что он временно сошел с репертуара. Это великолепный, также подростковый спектакль «Прощайчик, Берлин», поставленный в Театре юного зрителя. Я очень надеюсь, что судьба его на этом не завершилась. Но возвращаясь к непосредственному месту служения – Нижегородский академический театр драмы. Вопрос первый. Нет ли ощущения, что это очень тяжело отдельно взятому человеку одинаково, равноценно вкладываться в труд актерский и в труд режиссерский? Мне вот любопытно, когда же ты окажешься на четкой стадии распутия, когда надо будет принимать решение? Посмотрим, как сойдутся звезды. Все должно произойти в нужный момент, и нужно, чтобы и я пришел к этому, и обстоятельства пришли к этому. Поэтому надо просто пока работать, насколько хватает сил. Я в этом уверен, и можно прекрасно и счастливо совмещать и актерскую деятельность, и режиссерскую. Мне остается пожелать удачи спектаклю в Театре на счастливой. Пожелать о творческой удаче актеру и режиссеру Павлу Ушакову. И понадеяться, что будет еще ни один и ни два роскошных повода для встречи здесь же. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok